В России зафиксировано несколько видов гриппа, среди которых самый распространенный – это сезонный. Это гриппы H3N2 и H1N1, вакцинации, против которых мы ежегодно проводим. Основной период заболевания гриппом – это осенний-зимний сезон. Первые шесть дней считаются самым опасным временем для заболевающего человека. Часто бывает, что пациенты путают грипп и ОРВИ. Нужно понимать, что симптомы у гриппа более выраженные. Различается именно по клинике гриппа. Это острое начало. Начинается с очень высокого подъема температуры до 39, иногда до 40 градусов. Человек может запомнить даже час, когда все это началось. Температура повышается не постепенно, а резко. Симптомы выражены интоксикацией организма. Начинаются головные боли, болят глаза и мышцы. При гриппе обычно явная заложенность носа и сухой кашель. Может быть, цепь геморрагическая, но это уже по тропности вируса. Он бьет по сосудам, то есть за счет этого появляется именно пентахиальная, мелкоточечная кровоточивость. Грипп может проявляться по-разному в зависимости от его разновидности. Вирус парагриппа. Он тоже очень распространен. Он вызывает ларингитные процессы. И та же температура интоксикации бывает не настолько ярко выражена. Температура 37,3-37,5. Аденовирус, он тоже бьет полиорганно. В принципе, здесь в первую очередь, как мы различаем, это смотрим на поражение глаз и увеличение лимфатических узлов. Среди вирусов гриппа есть то, что вызывает сильную одышку. Есть риносциальный вирус. Более тяжелые процессы идут у детишек. Так как у них воздухоносные пути низкие, там образуется нитесентиция, то есть белок, который просто перекрывает дыхательные пути в мелких, самых альвеолах. Грипп в основном передается воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Грипп-то сам по себе, он не совсем устойчив во внешней среде. То есть он где-то может прожить от 2 до 6-7 часов во внешней среде и дальше он гибнет. Если брать возрастные особенности, то тяжелее грипп переносят дети и люди старше 60 лет. В период эпидемии гриппа не стоит забывать о профилактике. Врачи советуют заглянуть в аптеку, приобрести антивирусные препараты. Спасибо. Профилактика гриппа бывает специфическая и не специфическая. Что касается не специфического, ограничения вот этих вот массовых мероприятий в период вспышек гриппа, требуется просто выдалить отдельную комнату, постоянно ее проветривать, создать ношение масок. Маски меняются примерно с периодичностью час-два. К специфической профилактике относится вакцинация от гриппа, которую всем желающим пациентам врачи делают с августа по ноябрь. Она включала в себя и штаммы H3N2, и H1N1, и все группу B. Заболеть с этой вакциной практически невозможно, потому что там идет образование антител к двум поверхностным антигенам нейроминидаза и гемаглютинин. По словам врача-инфекциониста Эльдара Идрисова, вакцинация от гриппа не спасает, но она позволяет избежать самого главного – осложнений. Осложнения могут быть по всем органам и системам. Чаще всего это поражают легкие, это пневмония, по сердцу это бьет обязательно. Это заболевания почек, это другие заболевания, в том числе и то, что бьет по центральной нервной системе, возможно развитие менингитов и энцефалитов. Если вы все-таки заметили у себя первые симптомы гриппа, не нужно полагаться на так называемые бабушкины методы – теплые носки, малиновое варенье и согревающий чай. В первую очередь нужно обратиться к врачу, обеспечить постельный режим и принимать внутрь необходимые препараты. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз.